Питер Залмаев, американский политолог, директор Международной некоммерческой организации Евразийская демократическая инициатива. С нами на связи. Добрый вечер. Вечер, добрый. Добрый вечер, друзья. Мы обсуждаем информацию о том, что по данным из Соединенных Штатов, КНДР может помогать России вооружением. Ранее говорили о том, что Иран помогает, но это уже доказанный факт. Объясните, пожалуйста, имеет ли Америка, разведка, вооруженные силы, возможности оказывать какое-то влияние на эти страны, чтобы прекратить поставки вот этого вооружения? Вопрос, которым задаемся все мы, разумеется, разведка их работает, и они имеют эту информацию достоверную о том, что действительно эти поставки идут. Что касается влиять на эти страны, сколько лет уже терроризирует и шатажирует весь мир Северная Корея. На моем только веку, я помню еще при Билли Клинтоне, я вот в те годы как раз и приехал в Америку жить, в начале 90-х, этот шантаж уже имел место, он усилился при Буше-младшем, и еще более усилился при Обаме и так далее. То есть никаких пока ответов на этот вопрос, увы, не найдено. Вы знаете, был прав в свое время Андрей Андреевич Пенковский, который сказал, что Северная Корея своим, как он выразился, ядром ядерных помоев успешно шантажирует весь мир, что и объясняет вот эти потуги Ирана. Все эти годы получить ядерное оружие, они понимают, что это единственный лучший гарант их безопасности. В какой-то степени, вы знаете, можно говорить о том, что ядерное оружие является, может быть, даже залогом мира во всем мире. Как бы это парадоксально не звучало, но есть даже такая теория, так называемая, ядерного мира. Почему все эти страны хотят получить ядерное оружие? Не потому что они спят и видят, чтобы в свою очередь там Северная Корея уничтожить Южную, а Иран уничтожит Израиль. Нет, они хотят гарантии безопасности и выживания собственного режима. По камести влиять на них очень сложно. Тем не менее, Израилю тут и там это удавалось в последние годы делать. Вы помните прекрасно стакснет, операцию совместную израильско-американскую. Был выработан очень-очень хитрый, сложный вирус стакснет, который проник в систему центрифуги иранской и буквально откинул иранскую ядерную программу на несколько лет назад. Вот такого рода деятельность она может иметь место. Мы также видели подрыв с воздуха иранского завода, производящего дроны на территории Сирии и так далее. Поэтому, разумеется, масштабной войны против этих стран в силу того, что они поставляют России оружие, мы не увидим. Но какие-то действия все-таки могут быть задействованы. Пока Россия выпрашивает оружие у изгоев всего мира, не факт, что еще успешно она это делает, мы обсуждаем сейчас, что Министерство обороны США выделяет из американских запасов военной помощи в Украине новый пакет на общую сумму вооружения, новый пакет на общую сумму 400 миллионов долларов. Питер, в ожидании американских выборов последних в Украине звучали заявления о том, что в ожидании результата выборов в Украине звучали опасения, что объемы военной помощи от США могут сократиться, анализируя результаты, которые имеем на сегодняшний день. Эти опасения уже могут быть развеяны окончательно или нет? До 2024 года, до выборов следующих американского президента, я думаю, можно сказать да. Дело в том, что несмотря на очень узкую такую победу и не слишком уж воодушевляющие самих республиканцев в нижней палате Конгресса, и возможно, но с каждым часом менее вероятно взятие Сената, возможно, я думаю, что он останется в руках демократов. Я думаю, что действительно можно говорить о, по крайней мере, инерционном сохранении уровня поддержки Украине. Да, будут наверняка разные проволочки, разные козни будут строить те трампийские кандидаты, которые или смогли пройти в этот Конгресс, или там остались, такие как Марджори Тейлор Грин, возможно, Кевин Маккарти, который очень хочет и рассчитывает на кресло главы нижней палаты, главы республиканского большинства, вы помните, он именно пару недель сказал, что мы не будем выписывать слепую Украине чек, будем проверять, хотя не говорил, что будем срезать. Намекнул, но не сказал. Вы знаете, такого мандата у трампийских представителей республиканской партии сейчас нет. А дело в том, что республиканская партия неоднородная, как вы знаете, и есть ее традиционное рейгановское, я ее так называю, крыло в лице того же Майк Пенса, но он не является членом Конгресса, тем не менее, как бывший вице-президент при Дональде Трампе, он очень влиятельный член партии. Ну и, разумеется, глава в Сенате республиканского меньшинства, Митч МакКоннелл, они считают просто преступным любые разговоры сокращать помощь Украине. Трамп и республиканцы рассчитывали на красную волну, красная символизирует, этот цвет символизирует партию республиканцев, этого не получилось. Изрядная доля, если не большинство вообще, номинированных Трампом и протежируемых кандидатов проиграли. Это значит, что мандат на этот изоляционистский месседж, это не новое что-то, это явление, которое регулярно скидывает свою ugly head, как мы говорим в Штатах, свою уродливую голову, свое уродливое лицо показывает миру. Это происходит раз в поколение. Так вот, мы, цивилизованные американцы, я так называю, проснулись в среду утром, вздохнув с облегчением, что вот это дальнейшее, знаете, движение в сторону изоляционизма, по крайней мере, на два года откладывается. И сейчас под вопросом стоит вообще, останется ли Дональд Трамп лидером республиканской партии. Он на 15 число, до еще результата выборов, объявил анонс, мы так понимаем, это будет анонс его кандидатуры, и мне кажется, он очень поспешил, потому что вот сейчас даже члены его окружения говорят о том, что, возможно, целесообразно будет отменить это выступление. У него появился очень серьезный оппонент, это губернатор штата Флорида, который был переизбран с огромным отрывом в 20 очков своего оппонента. Это своего рода тоже Трамп такой, Трамп-лайт, я его называю, во многом имеет те же девизы популистские и так далее, но ничего нам неприятного про Крыму не говорил, он более-менее вменяемый, и против него нет шлепа уголовных расследований и дел, поэтому это очень серьезный сейчас челлендж для Дональда Трампа. Питер, давайте обсудим важное геополитическое событие, саммит Большой Двадцатки на следующей неделе должен состояться. На нем не должно быть Путина, но может быть Лавров. И вот из Америки уже звучат заявления от официальных представителей власти, что встречаться с россиянами они не собираются. Вот эти заявления, это такой плевок в лицо Путину, красная карточка ему уже, или не стоит так к этому относиться? Ну, это плевок, несомненно. Пользует вас свидетельство этот факт, что он таки не полетит туда, он прекрасно помнит очень грустный, печальный опыт, если не ошибаюсь, трехгодичной давности. Вы помните этот, когда собрались, была Большая Семерка, и где Путин сидел за большим круглым столом в полном гордом одиночестве. Это было действительно опущение царя, такое, превселюдное на весь мир. Он боится этого повторения, и, разумеется, не просто не полетит туда, на Бали, но и даже онлайн, в отличие от украинского президента, выступать не будет, потому что картинка всем понятная, как это происходит в последнее время, когда выступают представители России в Геносаблее ООН. Половина зала просто, если не больше, встает и уходит. То же самое произошло бы здесь. Очень некрасивая картинка, поэтому, разумеется, как и в случае с отступлением на херстонское направление, где он все, знаете, всю вину за это списывает на своих генералов, так и тут поедет отгребать за него Сергей Лавров. Вот он получает захвату за это. Ему не привыкать, да, это его работа. Спасибо вам за эти ответы. Питер Залмаев, американский политолог, директор Международной некоммерческой организации Евразийской демократической инициативы присоединялся к нашему эфиру.